Екатерина Конева Заниматься спортом Екатерина начала в Хабаровске 13 лет назад. Мама привела меня в легкую атлетику. Я ни капли не жалею. В принципе, была всю жизнь подвижным ребенком и до сих пор остаюсь, как бы как ни крути, наверное, подвижным таким человеком. Я раньше бегала спринт. Приехал тренер мой нынешний сейчас Цеплаков. Я была в 10 классе. Мы с ним побегали немножко спринт. И потом, как бы, плавно он меня перевел на тройной прыжок. Я, конечно же, сопротивлялась. Для меня это тяжело, потому что он достаточно сложный технический вид. И я боялась, что я получу очень много травм. И все. И на этом спорт закончится. Но, слава богу, ничего как бы такого пока сверхъестественного и серьезного не сложилось. Но пока мы прыгаем тренем. И сейчас совмещаем длину. Каждый старт несет свою ответственность за собой. Неважно, крупный он или не крупный. Ты всегда идешь и должен понимать, что ты лучший. Ты должен победить, установить какие-то рекорды, либо выполнить какие-то технические задачи на соревнованиях. Придя к тренеру своему, да, Цыплакову, он мне всегда говорил, не создавай себе кумира. И у меня нет кумиров. И я сама себе кумир, наверное. Вот. Ну, я думаю, что это правильно. Посмотреть я, конечно, безусловно, смотрю многих спортсменов, прыжки, технику и так далее. Но чтобы чуть ли не висели постеры, плакаты, у меня такого нет. Сейчас я поступила в новый вуз во Владивостоке. Планирую выступить еще раз на универсиаде. Третий раз. Надеюсь, что получится выиграть и установить очередной рекорд. ЦСКА – это для меня стабильность, перспектива в будущее. И вообще, как бы, это, я считаю, ну, гордость выступать за этот клуб. Вторая паближа Екатерина Конева первенствовала сразу в двух дисциплинах – в прыжках в длину и в тройном прыжке. Екатерина находится в самом рассвете своей спортивной карьеры. Многие специалисты по праву считают ее претенденткой на самые высокие места на крупнейших соревнованиях, в том числе на шестых всемирных военных играх, которые пройдут в этом году в Южной Корее.